Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для аниме Warriors Simulator 2. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. Теперь, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике будут показывать Splash. Далее после того, как скачали какой-то чит, в поиске пишем Anime Warriors Simulator 2, нажимаем поиск. И на данный момент есть два скрипта. Первый, честно, я не проверял, но вроде тоже работает. Но сегодня в ролике буду показывать второй по счету. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт. Заходим в настройки. И обязательно проверяем, чтобы у вас была включена функция FixKickError. Потому что если у вас с этой функции, то есть эта функция будет выключена, то, скорее всего, с большим шансом у вас произойдет кик. А если происходит кик, то в игру вы сможете зайти только через час. Так что обязательно включаем эту функцию. В принципе, как обычно, я всегда использую CraneL. Честно, не знаю, на VRDEVS будет работать или нет, я не проверял. Но если хотите, можете проверить. Также напомню то, что CraneL используется с ключ-системой. Так, после того, как все сделали в настройках чита, нажимаем Inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично. Inject прошел. А все, что остается сделать, это нажать на кнопочку Exclude. Вот, нажимаем. И вот появляется скрипт. Так, ставим, куда вам будет удобно его использовать. Так, и давайте начинать. Значит, смотрите. Первое, здесь мы можем выбрать способ фарма. То есть, Moving это Back. Twin, не помню. Какой это фарм. А TP это мы будем TP-хаться сразу. Но давайте я вам все покажу методы. То есть, выбираем. Дальше включаем AutoFarm Narest. И смотрим. То есть, как видите, мы подбегаем к бату. И вот это вот получается первый метод фарма. Но урон пока не наносится. Потому что я сейчас вам показываю, как другие работают. Теперь выбираем Twin. Так, давайте отключим. Заново включаем. Короче, это тоже что-то типа наподобие телепорта. Но только это долгий телепорт. И теперь выбираем телепорт. Как видите, этот телепорт сразу работает. Ну, вообще советую лучше всего использовать Moving. Потому что, как вы видите, он особо не палится. То есть, ваш персонаж просто бежит, как обычный человек, на вот этого бота. И все. Так, погнали теперь проверять автоатаку. Значит, включаем эту функцию. И смотрим. Как видите, мои, получается, персонажи, которые у меня сейчас есть. Они сразу заагрились на этого бота. И сносят ему хп, тем самым убивая его. А также выпадают, кстати, вот эти иены. Или как эта валюта называется. Да, иены. Также есть автоколлект. То есть, включаем функцию автоколлект дроп. И автоматически эти иены, которые будут выпадать, они сразу ко мне собираются. Ну, или летят. В принципе, без разницы. Дальше. Автоклик. Так, с помощью этой функции вы сможете помогать своим, получается, персонажам убивать бота. То есть, включаем. Как видите, у меня персонаж автоматически начинает кликать. И тем самым нанося дополнительный урон этому боту, которого мы сейчас дамажим. Тоже функция работает. И последняя функция это автоатчивки. Давайте пока все выключим. Можно ее включить. Но ачивки я вроде бы как не брал. Где их вообще можно посмотреть? Сейчас попробуем найти. О, колесо фортуны бесплатное. Давайте покрутим. Посмотрим, что выпадет. Так, выпал буст. Это, по-моему, на монеты, если не ошибаюсь. Так, окей. Отлично. В принципе, неплохо. Так, сейчас под ачивки. Все, я понял. Короче, смотрите. Значит, когда вы выполняете какую-то ачивку. И, как я понимаю, ее нужно самому забирать. То есть, чтобы самому сюда в эти ачивки не заходить, не проверять, какие вы выполнили, какие нет. Вы можете включить функцию автоачивмент. И та ачивка, которая у вас уже выполнена, она автоматически у вас соберется. Вот так эта функция работает. Так, ладно. Идем дальше. Это автооткрытие яиц. Так, значит, подходим к этому яйцу. Стоит 90 йен. Окей. Значит, мы его выбираем. Вот Pirate Egg. Мы его выбрали. Теперь включаем функцию авто-бай-эк. И проверяем. Сдалека это вообще работает функция или нет. Ага. Как видите, у меня сразу ТП на яйцо. И... Чему-то не открывается. Сейчас, секунду. Ну-ка, если так, вблизи попробовать. А, нет. Открытие происходит только без анимации. Как видите, у меня деньги потратились. И мне выпал новый персонаж. Можем его сразу одеть. Все, отлично. Эпический, кстати, выпал. Шанс довольно маленький на выпадение. Так, давайте еще раз включим. Да, и как видите, монеты тратятся. И автооткрытие работает. Конечно, немножко криво работает. Но, в целом, тоже неплохо. В принципе, сойдет. Так, и можем тут одеть, наверное, самых лучших. Сначала всех снимаем. Потом самых худших одеваем. Отлично. А, так вот, здесь еще функция. Есть AutoEquivest Warriors. То есть, если... Мы можем, короче, получается, этих персонажей одеть через саму игру. Либо же через скрипт. То есть, включаем эту функцию. И, как видите, они одеваются, но почему-то сразу снимаются. Короче, это небольшая ошибка скрипта. Я разработчику, если что, скажу про это. Потому что такого, по идее, не должно быть. У меня аж лагает в игре. Окей. Тогда лучше пока что просто через саму игру одевайте. И все, что остается, это Music. А, не Music, а Misk. Значит, здесь пишем скорость, какую хотите. Допустим, поставлю 100. Так. И включаю toggle walkspeed. И почему-то не работает. Странно. Походу, скорость не работает. Как я понимаю. Так, давайте еще раз нам пишем. 50 хотя бы. Почему-то не хочет работать. Так, последний раз проверяем. Да, не работает. Окей. А, и последняя функция, это infinity jump. То есть, прыгаю я сейчас с помощью одного прыжка. Включаем эту функцию и смотрим. Да, как видите, infinity jump работает. Отлично. Так, ну, в принципе, у меня на этом все. Буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok